здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев и в сегодняшнем уроке обзоре мы с вами рассмотрим еще одну программу для связки телевизора с персональным компьютером планшетом или смартфоном по сети по сети я имею ввиду по лан сети проводной с коннекторами rg45 так и по беспроводной сети через вай фай с помощью программы сервию это бесплатный медиа сервер для windows mac и linux значит он позволяет передавать мультимедийные файлы музыку видео и изображение между устройствами в домашней сети сервер позволяет воспроизводить также и интернет ресурсы такие как rcc каналы трансляции и содержание веб-сайта даже так что вы можете слушать ваши любимые подкасты и смотреть последние телевизионные программы опубликованные в интернете сервер работает со многими устройствами подключены по домашней сети телевизоры и планшеты как я уже говорил и смартфоны также игровые консоли playstation 3 xbox 360 программа это серию основана на технологии java поэтому работает на большинстве платформ включая windows mac и linux ну для начала нам нужно ее сейчас скачать давайте найдем ее в интернете и скачаем для этого открываем наш браузер и в поисковую строку вводим название сервию нажимаем enter на клавиатуре и вот сразу первый сайт который открылся и вот сервер точка орг это официальный сайт этой программы нажимаем на ссылку это англоязычный сайт поэтому при желании можете перевести в браузере google chrome правой кнопкой щелкаем по любому месту окна и выбираем перевести на русский так страница переведена видим что последняя версия программы сервию это 141 также мы можем вот вверх подняться и перейти в раздел скачать и видим что вот тут для трех видов операционных систем выложена ссылка для скачивания нас интересует операционная система windows поэтому и нажимаем на эту ссылку видим что размер файла 27 мегабайт пока он качается я нажимаю на паузу и вот мы видим что наш файл скачался давайте сверну браузер и вот на рабочем столе меня установочный файл последней версии программы запускаем его нажимаем запустить далее принимаем далее инсталируем после чего нажимаем финиш видим эта программа на рабочем столе не создала никаких ярлыков для ее запуска поэтому давайте найдем их сами значит я открыл компьютер диск c программ файл и вот тут я вижу вот сервию папку и здесь мы видим папку bin открываем ее и вот этим файлом мы будем запускать нашу программу наш медиа сервер правой кнопочкой отправить на рабочий стол создать ярлык закрываем окно программой и вот запускаем нашу программу программа сразу свернулась и расположилась на панели задач правой кнопкой по ней щелкаем и выбираем вот этот первый пункт открыть и здесь нас интересует сразу перевести программу на русский язык давайте вот предпоследнюю вкладку нажимаем и выбираем из предложенного списка русский язык нажимаем сейф следующее переходим вот в эту вкладку и вот тут внизу также выбираем русский язык нажимаем сейф и переходим вот в четвертую вкладочку мета дата и тут внизу тоже выбираем русский язык нажимаем сейф и чтобы все изменения вступили в силу вам нужно перезапустить программу и перезапустить запущенный сервер это можно сделать или перезагрузкой компьютера или вот правой кнопочкой выйти из программы выбрать панели задач и заново запустить ее обычный перезапуск программы не дал успехов то есть выдавала ошибку и я сделал перезапуск все операционной системы перезагрузку при загрузке еще раз убедился что программа стала в автозагрузку и загрузилась вместе с операционной системой вот она находится у меня сейчас вот в трее возле часов я два раза щелкнул по иконке ее и запустил его тут уже вижу что увижу своих два телевизора которые уже по сетке подключенные и программа их нашла сервер запущен ну давайте все уже по-русски давайте расшарим папки которые мы хотим с фото музыкой и видео файлами и еще пройдемся по настройкам переходим в раздел медиатека и вот тут в первом таком подразделе опубликованные папки видим что у нас ничего не опубликовано вот тут есть разбита по категориям видео музыка и фото следующее это обновлять метод данные и сканировать на наличие изменений но и у нас выбрана в принципе и вот галочка искать изменения в списке файлов поэтому будет все в автоматическим и вот автоматически обновлять медиатеку галочка стоит то есть при добавлении или удалении с расшаренной папки файла будто фото видео музыка автоматически будет программа сканировать это и или исключать или добавлять список наших видео фото или музыкальных файлов и так давайте в первую очередь видео файлы выбираем вот первую кнопку добавить с диска я выбираю свой компьютер д видео и вот например папку rip выбираю открыть здесь ставим вставлю галочку то что в этой папке будет находиться видео файлы и выбираю сохранить и также давайте добавим музыкальные файлы добавить с диска вот у меня уже выбрана музыка выбираю вот папку нажимаю открыть и тут ставлю галочку напротив вот ноток то это музыкальные файлы будет расшарены в этой папке нажимаем сохранить и теперь выбираем для фотографий папку добавить с диска на диске и вообще ну вот папку вот абстракция открыть и тут я выбираю что это с фото папка и нажимаю сохранить после чего вот у нас уже три желаемых папки расшарено и нажимаем теперь вот эту кнопочку обновить и прежде чем запустить включить телевизор давайте пройдемся по некоторым вот этим разделом вот онлайн источник тут также можно добавлять только уже юрл ресурса нужно знать которые мы будем расшаривать которые мы будем смотреть если это кому надо мне например это не интересно так как я смотрю все с виджетов так следующая доставка тут вот преобразование если вот вкратце расскажу если вдруг какие расширения видео файлов или аудио файлов не поддерживает ваш телевизор проигрыватель внутри который находится вашего телевизора то происходит преобразование она происходит в принципе не так быстро как хотелось бы и вот временные файлы вот тут можно назначать где будут храниться то есть фильм будет преобразовываться и вот таким образом потом проигрываться на нашем телевизоре если кому интересно оставляйте эту галочку включенную я в принципе знаю все файлы которые расширения видео файлов которые поддерживает мой телевизор вот такие я сразу и качаюсь интернета поэтому функция преобразования мне не интересно я снимаю галочку так следующий раздел субтитры но тут все оставляем по умолчанию давайте я сделал изменения нужно обязательно сохранять их все нажимаю на кнопку сохранить метод данные и так значит в разделе видео оставляем первые две галочки генерировать перевью для локальных видео то есть в нашем уже непосредственно когда мы включим телевизор будет отображаться вот такие картинки перевью каждому из фильмов использовать локальную обложку или постер 9 если он конечно имеется оставляем галочку тут вот следующее описание метаданных это описание на фильм и так далее мне это не нужно я это отключаю нет метаданных для описания в принципе тут все аудио использовать оставляем изображение создавать перевью оставляем нажимаем сохранить следующий раздел отображения это будет видно когда мы включим телевизор что нам надо отображать к нему мы еще вернемся обязательно удаленный доступ это если вы хотите получить и удаленный доступ к вашим файлам через интернет то можно поставить пароль и так далее мне это не интересует потому как я создаю домашнюю медиа сеть и в домашних условиях буду раздавать расшаренные папки содержимым на устройство так следующая настройка консоли мы уже выбрали тут русский язык и проверять наличие на новую версию и о программе и давайте возвращаемся вот в нашу вкладку отображения и сейчас я вот включаю телевизор и буду смотреть какие категории мне нужны чтобы они отображались при включенном телевизоре уже непосредственно какие не нужны буду включать или отключать желаемой категории. Так я включаю телевизор, в телевизоре появился вот такой же значок. У меня телевизор Samsung сейчас возле меня написано Alshara и я запускаю его, запускаю, выбираю раздел видео и вижу, что вот в разделе с видео у меня большое количество ненужных категорий, которые мне допустим не нужно. Я вот тут выбираю, тут сейчас у нас первое аудио изображение и видео. Просмотревший все категории, пооткрывавший по очереди на телевизоре, я понял, что мне нужна только одна единственная категория, это папки, в которой просто открывается наша папка, которую мы вот расшарили и в ней уже выбирается фильм и запускается. Все остальные я просто вот так название и выбираю отключено фильмы, отключено. Так делаю со всеми остальными категориями, кроме категории папки. Итак, после того как я все отключил кроме категории папки, я вот выбираю кнопочку сохранить. На телевизоре перезапустил вот эту нашу программу и теперь у меня очень удобно открывается просто категория папки и в ней уже открывается содержимое расшаренных папок, то есть в данном случае у меня называется папка RIP. В принципе можно вот выбрать показывать только содержимое и сохранить. Сейчас я вам скажу как отображаться стала вот эта наша категория папки. Перезапускаю на телевизоре программку сервер и вот так для меня стало еще более удобней, то есть просто когда запускается программа сразу отображается вот моя папка RIP и мне не нужно два раза открывать, то есть сначала я открывал категорию папки, а уже в ней была папка RIP, то есть теперь просто вот отображается папка RIP и в скобочках написано папки. Если я например расшарю видео с, например, папка будет называться HD, то будет рядом создаваться вот такая папка и HD с названием в скобочках будут папки. Так более удобнее еще стало. Все то же самое и по такому же принципу я делаю для аудио и для изображения, то есть я отключаю все вот эти категории кроме папки, а папки я выбираю показывает только содержимое, все остальное я просто отключаю. И то же самое в разделе с изображением. Папки показывают только содержимое, остальное просто все отключаем. И после того как мы внесли все изменения, не забываем обязательно нажимать на кнопочку вот сохранить. Ну и после чего давайте попробую сейчас уже для достоверности какой-нибудь видеофайл запустить на телевизоре. Все фильмы идут отлично, с разными расширениями и вот разные вот у меня например вот сейчас самый большой запустил 19 гигабайт размером. Прекрасно все идет, перемотка работает, звуковые дорожки меняются. Вроде на этом и все. Очень удобная тоже программка, побольше разных дополнительных настроек. Тут можно выбирать уже например точное название вашего телевизора, если вдруг оно уйдет отображение неправильно. Ну и тем не менее вот у меня просто написано Samsung TV. Все идет и запускается, все прекрасно работает. На этом все. Мы вот так разобрали бесплатную программу Servio для связки компьютера с телевизором или там планшета с телевизором для разнообразной связки по как по сети домашней, так и вот через Wi-Fi. Программа работает быстро, ничего не тормозит, все хорошо воспроизводится и как я уже говорил дорожки меняются и перемотка работает. Выбирайте какая вам больше нравится программа вот для связки телевизоров. Это была четвертая, которую я пробовал на своих двух телевизорах, то есть на фирме Sony и на фирме Samsung. Эта программа очень даже хорошо работает и все отображает все то, что мы расшарим. В принципе на этом все. Не забывайте кому понравился урок нажимать на палец вверх, кнопочку нравится. Не забывайте подписываться на мой канал. На связи был Дмитрий Николаев. До скорых встреч!